Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско, вы смотрите кулинарную пропаганду. На носу майские праздники, и значит вся страна в едином порыве обязательно ломанется на природу жарить шашлыки. И конечно же у вас есть свой собственный годами выверенный рецепт. Кто-то режет мясо, лук, добавляет минералку, или кефир, или вино, или лимонный сок, или даже уксус. А кто-то считает, что главное в шашлыках не шашлыки, а хорошая компания и водка. И идет ближайший ошан за ведром замаринованного в каком-нибудь майонезе мяса. У нас тут ошанах нет, да и к шашлыкам я отношусь довольно равнодушно. Но у меня такие есть, что вам предложить. Я обожаю домашнюю колбасу, я вам ее показывал, и мои домашние тоже. Мои малолетние операторы постоянно изводят меня просьбами готовить именно такую и только такую. Однако повторять одни и те же рецепты мне довольно-таки скучно. А во-вторых, сидящий образ жизни заставляет со смотрительностью относиться к поеданию жирной свинины. И вот на днях мне в очередной раз захотелось колбасы. В магазин переться за мясом было лень. Я прошерстил холодильник и с удивлением обнаружил завалявшуюся там курицу. Немного пофантазировал, и на выходе получилась такая продукция, что даже мои привередливые операторы в один голос сказали, надо снимать ролик. Так что показываю. Однако, надо же какой-никакой соус сообразить в колбасском на гриле. Так что начну с подготовки к соусу. Это вот у меня подкопченная сладкая паприка. В Испании называется Ньюрос. И именно она будет выступать основой, на которой будет базируется весь вкус, весь аромат будущего соуса. Надо этот перец очистить от семян и замочить на полчасика, на час. Если у вас подкопченой паприки нет, не забивайте себе голову. Приготовьте какой-нибудь другой. Ну, например, вот этот. Я вам уже показывал. Или какой-нибудь другой. Залью холодной водой. Или вообще в готовом магазине соус купите. Итак, процесс пошел. Возьмемся за колбаски. Важно использовать три основных составляющих. Белое мясо, грудка. Красное мясо, ножки. И очень важно. Куриную шкурку и куриный же жирок, если он есть на курице. И за памятные времена биохимики выяснили оптимальное сочетание белков и жиров в колбасе. Одна часть жира, четыре части белка и две части воды. Мясо нарезаю кусочками с крупную вишню. И да, не надо пропускать его через мясорубку, если вы хотите получить действительно сочную колбасу. Да, так вот, именно такое сочетание жиров и белков позволяет добиться и ощущения сочности в колбасках, и вкус получается оптимальным. Кроме того, для ощущения сочности в колбасе нужно получить эмульсию. Она как раз таки состоит из белков, жиров и воды. В курице львиную долю жиров содержит шкурка. И кроме того, шкурка содержит коллаген. Короче говоря, че вас убеждаю? Хотите получить сочные колбаски? Используйте обязательно шкурку. Так, общий вес получился килограмм семьсот граммов. Нормально. А на мой вкус для куриных колбасок нужно брать шестнадцать граммов соли на килограмм фарша. Как видите, получается, мне нужно завесить двадцать семь граммов соли на мой объем. Еще чуть-чуть. Вот так. Какой набор пряностей вы будете использовать вы, я не знаю. Но порекомендую. Три грамма перца горошком на килограмм фарша. Однако, внимание, если у вас очень свежий, очень жгучий черный перец, то рекомендую заменить половину черного перца горошком белым перцем. Я в прошлый раз так и сделал, мне очень понравилось. Белый – это тот же черный, с которого предварительно ободрали черную шкурку. И он поэтому имеет более такой тонкий вкус. Но я вот хочу еще немножко поэкспериментировать. Сорвался с нарезки, скажете, вы и будете совершенно правы. Я хочу сегодня использовать белый и зеленый перец. И, значит, у меня получается из расчета на килограмм полтора грамма белого и полтора зеленого перца. И разотру его в ступке. Не очень мелко, но и не очень крупно. Ну, вот, как-то вот так. И отправлю перец вместе с солью к куриной шкурке. Вот так. Ну, и можно уже... Хотя, давайте-ка я сразу чеснока начищу. Какая может быть колбаса без чеснока, правильно? У меня 1,7 килограмма, так что, думаю, вот этой кучке один крупный зубок, один средний и два помельче. Хватит, я думаю. Ну, и чтобы равномернее и быстрее все перемешалось в этом комбайне, надо чеснок немного порубить. Не усердствую особенно. Как-то так. И вот теперь можно отправить его к шкурке куриной. И теперь разбить в хлам. Очень, очень четно замечалось. Практически до состояния эмоции. Ну-ка, что тут? Отлично. Но это еще не все. Весна все расцветает, все зеленеет. И колбаски у меня тоже будут немного зеленоватыми. Я добавлю в них петрушки. В прошлый раз добавлял кинзу. И это было здорово. А вот сегодня петрушку попробую. Рублю без фанатизма. Так, чтобы в моем агрегате нормально все смешалось. Нет, вы, конечно, можете зелени добавлять, если не хотите. Но я рекомендую, попробуйте. Правда, колбаски с добавлением свежего чеснока и свежей зелени хранить в холодильнике больше суток я бы не рекомендовал. Могут закиснуть. Поэтому, если готовите много и точно до завтрашнего дня все колбаски не съедите, то излишки замораживайте. Потом, когда придет время, достанете из морозилки и сразу в таком виде, не размораживая, бросите в духовку. Будет отлично. Помните, что я в начале ролика говорил про соотношение белков, жиров и воды? Так вот, вода нужна ледяная. Так как соотношение шкурки к мясу у меня было не 1 к 4, а гораздо меньше, я возьму всего 10% воды от всего веса фарша. То есть, 170 граммов добавлю. И опять надо поработать блендером. Отлично. Все. Теперь отправляю эту смесь воды, жиров, перца, петрушки, коллагена к мясу. И все это надо хорошенько вымешать. Постоянные зрители прекрасно знают, как я буду это делать. Специально обращаю ваше внимание, сейчас здесь не просто мясо с вот этой эмульсией перемешивается, нет. Сейчас кусочки мяса очень интенсивно массируются. Из-за механического повреждения, из-за механического воздействия стенки клеток мясных лопаются, и клеточная жидкость, в составе которой есть белок, смешивается с этим жиром, с этой водой и образует ту самую эмульсию. Да, в случае с этими колбасками, которые предназначены для запекания в духовке или на углях, эмульсия не так важна, как в случае, например, с вареными колбасами. Из-за температуры фарша при вымешивании тоже не обязательно уж очень строго следить, потому что все равно на углях или в духовке мы температуру на барок 80 градусов превысим. Но, если есть такая возможность, все-таки пострелите, хуже не будет. Итак, я и поболтал немного, да и магию кино применил. Короче, вымешивалось все у меня почти 10 минут. И смотрите, какой результат. Видите, он весь в таких тянущихся нитях расползся. Прекрасно. Вот это то состояние, которое нам добиваться. Можно набивать колбаски. Поэтому у меня небольшой перерыв на смену декораций. Продолжаем разговор. Да, если не сказать, обязательно будут вопросы про этот колбасный шприц. Обзор на него делал. Уже все на канале рассказывал, почему мне удобнее пользоваться им, а не мясорубкой. Если бы ты пропустил, кому-то это интересно, щелкайте уголочек и смотрите. Давайте приступать. Заполняю колбу фаршем. Набивать буду в натуральную череву. Она у меня замачивалась в прохладной воде примерно час. Для большей эластичности. Ну что, поехали. Сначала выгоняю воздух из цевки. О, вот и фарш. Теперь стандартный узел колбасника. Вот так. Так. И вот так. И тем шприцом набивать одно удовольствие. На мясорубке приходится в четыре руки. И скорость подачи там умеешь срегулировать. А здесь красота. Вот так. У меня получились колбаски длиной примерно в метр. Подевязывать шпагатом не буду. А вот, чтобы удобнее было ворочать их на гриле, соберу на деревянные шпажки. Вот как-то так. Так. Ну, все подготовлено. И можно их, в принципе, сейчас убрать в холодильник. Но я заполю угли сейчас. И для раскочегаривания я, как всегда, воспользуюсь вот этим, закаленным в боях, девайсом от Вебера. Насыпаю уголь. Для разжигания хватит одного, максимум двух вот таких вот комков бумаги. Так. Сжигаю горелку. Раскочегариваю бумагу. Что-то у меня все еще не раскочегаривается. Не только бумага. Пока угли разгораются, пройдем в дом и подготовим оставшиеся продукты к приготовлению соуса. Значит, вот здесь у меня, как следует напитавшейся водой, красный перец. Нью-Йорс, испанский. И мне его надо разбить в хлам. Для этого воспользуюсь техникой. И сюда же немного той воды, в которой он замачивался. Сжигать 30 от силы. Готово. Отлично. Кроме того, для соуса мне понадобятся лук и чеснок. Лук нарублю кубиком. Не обязательно брать именно красный. Просто вот у меня есть такой под рукой. И беру. И чеснок помельче. А вот теперь со всем этим добром отправляемся на пленэр. Все разгорелось. Красота. Так. Надо пересыпать на одну половину гриля весь уголь. Вот так вот. Красота. Процесс начнется с запекания на углях перца для приготовления соуса. Пристрою его непосредственно на угле. Мне нужно хорошенько опалить шкурку, чтобы получить такой явственный аромат дымка. Вы же вышли на природу, значит, надо обратиться к своему внутреннему пещерному человеку. Не так ли? И еще переворачиваю. Отлично. Перец в прекрасном состоянии. И его уже можно убирать под крышку. Пусть полежит, остынет. А я пока начну процесс обжарки. Сковороду на угле. Кусочек сливочного масла. И оливковое. Экстра вирджин. Их сочетание дает сногсшибательный аромат. И сюда сразу отправляются и лук, и чеснок. Хочу, чтобы горечь ушла, а луковые сахара начали карамелизовываться. Какая красота, а? А пока там все идет по плану. Есть время почистить перец. Все это нужно ободрать. И бумажной салфеткой можно лишнее снять. Ну вот, как-то так. Про лук. Про лук не забываем. Красота какая. Ну и возвращаясь к перцу. Его надо измельчить кубиком. У него сейчас такой классный дымный аромат. Ну и пора, пожалуй, отправить перец к луку. Вот так. Ему надо буквально полминутки. Сейчас чуть-чуть прихватится. Отлично. И добавляю уже пасту из ньюросов. Дождалась своего часа. Соус будет непримиримо копченого вкуса. Тут тебе и подпаленный сладкий болгарский перец. И ньюроси подкопченые. И знаете что? Добавлю-ка я немного протертых томатов. Чуть-чуть. Ну вот, наверное, так. Где-то полстакана получилось. Да. То, что надо. Какое название придумаем? Ультимейт барбекю соус. Подойдет? Да, я же не солил. Давайте сразу соли и черного перца. Вот так, наверное, достаточно. И немного вина-уксуса для яркости вкуса. Собственно, соус уже может упариваться. А я выкладываю на решетку колбаску. Долгожданное поедание еды все ближе и ближе. можно ее, пожалуй, прям так съесть. Но я доведу все до логического завершения уже непосредственно в соусе. Думаю, что минуты хватит. Вот так вот. Вот так хватит засмучить. Давайте-ка к столу. логического сварка. Вот так мы варим. Да, картошку я сварил за кадром, приправил сливочным маслом и укропом. Ну, сами сообразите, как это делается, правда? Давайте приступать. Это я уже такой голодный, что готов кусок от стола откусить. Ну-ка. Ой, какой гусманчик. Сочная. Это вы видите? Я вам покажу покрупнее. Вы знаете, перец зеленый не такой острый. Можно было, наверное, немножко побольше его вложить. Где-то даже, наверное, не полтора грамма на килограмм, как я глал. Ну, то есть полтора белого, полтора зеленого, а два, а то и два с половиной зеленого перца. Будет классно. Так, соус. Давайте вытащить соуса. Очень насыщенный вкус. Ой, дымный. Кислоты. Нет, кислоты нормально. Вин и уксус тоже в тему. И с огурчиком тоже. И картошечка. Вот на мой вкус, вот это вот лучше, чем шашлыки. Вы, конечно, можете со мной не согласиться. Если вам сложно сейчас на природу выбраться по какой-то причине, не заморачивайтесь. Такую колбасу прекрасно можно пожарить на сковороде или даже запечь в духовке. Еще вытащу. На мой взгляд, повторюсь еще раз, это лучшая альтернатива шашлыку. Попробуйте, точно не пожалеете. Спасибо за компанию и всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!